всем привет ребята с вами дядя Володя просто снял бардачки мосперию то одно то другое будет печка извините плохо может слышно раму я буду резать вот принес донора не отвлекайтесь это Денис Албак сейчас мы с едем его варить вот буду отрезать там сколько-то что нужно и сюда соединять сейчас вставляю маятник который вчера мы делали подшипники подшипники как я говорил ранее 80201 подшипники короче Денис говорит разбери их помашь но они нормальные смазанные что их разбирать не люблю это дело не надо лезть в отлаженный механизм никогда трубочка которая вчера выскочила вся в солидоле нагретая вымазала мне штаны вот здесь я орал тут потом Дениса я стал пинать по грязному полу говорит один хер ты вымоешь ее пришлось вымыть сейчас короче буду забивать подшипники вот здесь есть фаска под подшипник дистанционная втулка между подшипниками ну и вот это с краю ставится типа защита и типа так положено не хочу рассираться человек как называется что за колечки какого диаметра чтобы почему нафиг она надо короче все выглядываю в окно Денис должен подъехать а у него сигнала нету вы знаете он будет делать а он на полном приводе сегодня поедем в город ну естественно я вам покажу видео в общем займусь соберу сейчас может успею до приезда Дениса ну маятник руде ровный получился собственно нам по барабану мы особо не привередничаем мы и так от жизни как бы берем то что она нам дает и стараемся именно этим насладиться Денис говорит раму не надо пилить ижевское сиденье оно прекрасное я говорю что у тебя такой прекрасный аппарат у тебя все тут прочно все крепко отлично будет ездить вообще в огне это ты от души говоришь или от того что ты кофе две чашки выжрал блять хороуха я еще пряники не ел а ешь ешь вот хороший мотоцикл ой хороший точно знаю поедет сто процентов дело в том что Денис ты сейчас не матерись сейчас у меня там редактор редактор этих да там не слышно ни хрена что ты говоришь редактор вот этих вот как бы там склеиватель у меня нету его я просто сейчас их соединяю эти ролики что там вырезать мне нечем и поэтому я даже не смотрю и сразу в эфир пошло тебе бы какой-нибудь инструмент такой чтобы ты снимал тут был оно по вайфаю сразу в эфир было бы да неплохо вот это класс еще мне какой-то кошелек чтоб с эфира оттуда бляха муха по этой но по рублику там тоже вайфаю рублики спросил меня ох хер какой вопрос я ответил рублик прилетел какой рублик 10 рублей вопрос все ответ 10 тоже 20 уже совет 15 правильный ответ 40 делим один год на 25 денис такую изготавливал а здесь уже готовая остается только и отчик рыжить болгарка уже заведена маятник мы уже прикрутили все шайбу подобрали не болтается ну немножко лобиком поправить соосность колес и все так он все нормалек пружина та которая показывал сюда не подходит а сейчас снимали подставляли в общем она мягкая решили по указанию дениса изыскать два ураловских задних амортизатора и они у нас будут здесь работать у кого есть присылайте и мне тоже ну да но мне уже 16 маятников прислали ну и тебе ну тебе-то дадут жалкий жалкий и руки те золотые пашу друзья скажу вам по секрету я что половину того что он вам рассказывает и говорит это полная брехня говорить володя не бросай камеру блин пошел закопим камеру бросил ну как я могу ее в руки не взять и не снять тут все да ребята еще я вам скажу это вот это все фигня и ехать она не будет у него тут отвалится тут час отвалится тут упадет это вообще суда не подойдет этом это вообще кошмар какой-то вот так что но не знаю не знаю не знаю не знаю свои движения по привыкли камера мото-46 это плита стиль такой давай уже будь мужиком анораму покажи как ты уничтожил слышишь а два канала вот отбор дениса это не перебор ну ладно мы взяли то что нам надо и вот крепление у нас теперь планетовская есть халявная это делали до помнишь выклюсти я скажу как надо так ребятки чтобы чтобы что-то сделать надо тут где-то пилить как-то пилить смотри как надо пилить берете болгарку и шинкуете везде вот так вот так вот так вот так не получится назад приваривайте ты кофе пил или что не мне надоели у кого-то видел да людям покажу посвяти какая-то польза тебе блин ребята крутил этого штука полетите нуля вкус сколько лет этому моцалику вот тысячи людей никто не полез и открутить но нашелся один человек который злой залез сюда старость не радость очко жижим болгаркой боюсь мало ли куда сырой закусит круг можно тут вертеться о ништяк играть никакого натяга ижевская рама правильная рама вообще нет никакого напряжения она мне если даже было то после 15 лет забвения она исчезла вообще не вот это просто так пружинила а что подпрыгала мы убегали два раза к двери отбрасывала здесь отпилена пилим вот здесь здесь да или вот здесь вот так давай да иди ты что хорошо что тебе подарили у него а то вообще бы рука не поднялась нет Денис тебе золотые руки а вот нахера ты все это сделал ну как нахера ну да ты же хочешь Дениса догнать на свои чехоты не но все это знают мой пашист все это знают что я не умею не пилить нихера это получается раз ты здесь и вот такое это значит ты сделал ну а нахера ты зверь я хуже зверя ты что ты думаешь что ты эту щахотку сейчас сделаешь да сваришь и Денисов ПС ты хочешь обогнать на ней никогда в жизни даже нет надежды я мысль такую даже не могу себе позволить знаете что я стажу мне кажется я испортил все все что было может быть не поздно все вернуть на место пишите все что думаете ну а я что скажу на этом вот эта подседельная конструкция останется вот этой трубы не будет потому что есть вот это вот это вместо этой трубы может быть будет одна из тех вот это может быть вот с этим кронштейном может быть не буду спорить ну в общем будет здесь все по феншую сидение еще настолько сдвинется вперед здесь будут стоять ураловские амортизаторы ну я думаю все будет все будет гуд всем спасибо всем пока